КОРОНАВИРУС ВЕРНУЛСЯ Ставки сделаны. Евроцентрбанк впервые за 10 лет повысил процентные ставки по депозитам. Применим ли такой опыт для Казахстана? Если наш национальный банк попытается повышать процентную ставку, мне кажется, это будет, знаете, как пожар, ушли бензином. Они не пройдут. Агентство по регулированию финрынка о новых шагах против деятельности финансовых пирамид. Наши правоохранительные органы уже научились вести борьбу с классическими финансовыми пирамидами, которые пытаются развиваться. Вырастить, чтобы выбросить. Туркестанские бахчеводы на грани розовения. Почему в местных арыках не хватает поливной воды? Я в кредит взял 8 миллионов тенге. Мы столько работали, а все, что имеем, теперь высыхает. Ну а теперь все по порядку. Начнем выпуск с новостей про коронавирус. Уже с завтрашнего дня в столице ужесточают карантин. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города. Они рекомендуют носить маски в местах массового скопления, включая торговые и развлекательные центры на рабочих местах, а также при проезде в общественном транспорте. Исключением будут дети до 5 лет и во время приема пищи. На работе при проведении совещаний с числом участников свыше 10 человек должны перевести в дистанционный формат. Районные управления, департамент санитарно-эпидемиологического контроля, департамент полиции, а также районные акиматы города Нур-Султана должны обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина. Сказано в документе. Между тем, столица возглавила антирейтинг по количеству инфицированных почти 800 человек, а по республике положительные ПЦР-тесты выявлены у 2480 казахстанцев. Прирост инфицированных по сравнению со вчерашним днем составил более 220 случаев. В антирейтинге после Нур-Султана следом идет Алматы и 722 человека. На третьем месте Карагандинская область, которые выявили 165 положительных ПЦР-тестов на ковид. Наименьшее же количество восточно-казахстанской области всего 9 случаев. Ну а причем большая часть заразившихся это подростки и молодежи. Однако ношением масок остается всего лишь меры рекомендательного характера, заявили специалисты на брифинге в службе центральных коммуникаций. Что еще советуют медики и какие ограничения, возможно, ожидают граждан? Иржан Усипкалиев расскажет. Заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 3%. В Казахстане этот показатель также вырос. Если неделю назад зарегистрировали 2558 зараженных, то уже на этой неделе эта цифра превысила 8000 человек. Самое большое количество в Нур-Султане и Алматы. Однако из-за того, что на больничной койке в столице попало больше пациентов, Нур-Султан единственный, кто перешел в желтую зону. При этом врачи отмечают, что большинство получают лечение на дому. Из числа заболевших 91,4% лечения наши пациенты получают на амбулаторном уровне и 8,6% на стационарном. При этом следует отметить, что на сегодня среди заболевших КВИ в основном отмечается легкое бессимптомное течение болезни с коротким инкубационным периодом, которое составляет от 2 до 14 дней. На сегодня более 80% казахстанцев, подлежащих вакцинации, прошли данную процедуру. Более 60% прошли ревакцинацию. При этом большинство из тех, кто попал на больничные койки, были без прививок. Есть еще одна закономерность. Болеющие чаще всего подростки и молодежь в возрасте от 19 до 29 лет. Молодежь, которые сегодня находятся, их очень много в общественных местах, в кинотеатрах. В кинотеатрах, в помещениях. Поэтому это очень важно. Соблюдать сегодня санитарно-эпидемиологический режим, соблюдать масочный режим. Ну и, конечно же, наверное, уменьшить количество людей и вообще в местах общественного пребывания. Локдауны ОШИГ будут рассматриваться только при переходе в красную зону, а дистанционное обучение – в зависимости от ситуации во второй половине августа. Несмотря на рост коронавирусных больных, врачи не обязывают носить маски. Этот пункт стал рекомендательным после возмущения большинства населения. Согласно и тех рекомендаций, которые мы озвучивали, и согласно постановлению главного госсанврача города Нарсултан, в желтой зоне рекомендуется ношение масок. В обязательном порядке рекомендуется перевод на дистанционную форму работы близких, контактных лиц с абсолютными противопоказаниями, беременных. И накладывается запрет на проведение в дошкольных организациях различных мероприятий с объединением групп. Но эти мероприятия разрешается проводить непосредственно в группах. Также, по словам специалистов, выпуск вакцины «Спутник» приостановили. И это никак не связано с геополитической ситуацией. Просто сейчас вакцин достаточно, как и лекарственных средств, которые в случае высокого спроса на них будут докупаться. Сейчас их объема хватит на лечение около 100 тысяч пациентов. В ближайшее время планируют пополнить запасы вакцины «Файзер». Ержану Тепкалиев, Наурас Базаров, Атамикен, «Бизнес». Коронавирусом тем временем заболел Джо Байден. У президента США положительный тест на COVID-19. Сейчас глава Белого дома изолирован и дистанционно работает из своей резиденции, сообщает агентство «Рейтер». Отметим, что Байден вакцинирован полностью и дважды получил бустерную вакцину. Между тем, китайские вирусологи признали, что последствия вируса имеют долгосрочный характер на здоровье мирового населения. Согласно исследованиям Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, новые субварианты микрона БА4 и БА5 передаются еще быстрее, чем альфа и дельта штаммы. Коронавирус действительно чрезвычайно изобретателен и коварен. За короткий промежуток времени, в два с половиной года, он уже породил ряд быстро распространяющихся вариантов, способных вызвать волны эпидемических всплесков. Большинство экспертов внутри и за пределами Китая придерживаются мнения, что эти штаммы будут существовать еще долгое время и что последний вариант омикрона ни в коем случае не будет последним в своем роде. По другим темам, Европейский центральный банк заявил, что будет покупать облигации стран, в которых не по их вине резко выросла стоимость заимствования, но с условием, что они будут придерживаться разумной экономической политики. Сообщается, что ЕЦБ будет покупать ценные бумаги государственного сектора с оставшимися сроком погашения от 1 до 10 лет, также рассматривать ценные бумаги частного сектора, если потребуется. Кроме того, Европейский центральный банк впервые за последние 10 лет повысил процентные ставки. Все остальные попытки обуздать инфляцию оказались тщетными. И теперь ЕЦБ прибегает к крайней мере, повышая процентные ставки. В Казахстане вопрос инфляции, как известно, один из главных. Стоит ли нашему регулятору воспользоваться западным опытом? Жанна Турсынов собрал мнение экспертов. Повышение базовой ставки со стороны Европейского центробанка стало попыткой сдержать рекордно высокую инфляцию в регионе. На предыдущем заседании ЕЦБ планировал повышение на 25 пунктов, но в итоге результат стал вдвое больше. Ставка увеличилась до 50. Сентябрьское решение будет зависеть от поступающих данных, но регулятор уверен, что такая мера позволит достичь среднесрочного ориентира инфляции в 2%. Экономическая активность в еврозоне замедляется, но Европейский центробанк не ждет рецессии в рамках базового сценария. Влияние высокой инфляции на покупательную способность, сохраняющиеся ограничения в поставках и повышенная неопределенность оказывают сдерживающее воздействие на экономику. Риски для прогноза инфляции продолжают склоняться в сторону повышения и особенно усилились в краткосрочной перспективе. А может ли сработать такой подход у нас в стране? По мнению финансиста Расула Расмамбетова, даже если Нацбанк повысит ставку, то эффект может быть отрицательным. Наша экономика и экономика Евросоюза сильно отличаются, особенно в части закредитованности бизнеса. И роль Нацбанка в укреплении экономики, по мнению эксперта, минимальна. В этом направлении все зависит от работы правительства и акиматов, вот только успешных действий от них пока нет. Расмамбетов убежден, что Нацбанк оставит базовую ставку на прежнем уровне, но картина полностью прояснится только к осени. Мы приблизились к стагнации, есть такое понятие стагнация и инфляция. То есть экономический рост практически маленький, а инфляция растет. Поэтому я думаю, что надо чуть-чуть подождать до осени, посмотреть. Обычно очень инфляцию замедляют. Может быть наши компании найдут способ обходить какие-то логистические припоны. С тем, что повышение базовой ставки неэффективно, согласен экономист Марат Каирленов. Более того, регулятору нужно снизить ставку, чтобы бизнес в условиях ограничений геополитической напряженности мог позволить себе дешевые кредиты. Вместе с этим регулятору необходимо пересмотреть подходы для борьбы с инфляцией. Нынешняя ситуация в регионе требует других решений, которые Нацбанк должен принимать вместе с правительством. И в этих условиях повышать процентную ставку, делать ресурсы дороже, мне кажется, это все-таки наоборот подстегивать инфляцию. То есть при перестройке логистических цепей, налаживании поставок, важны более дешевые ресурсы. Если наш национальный банк попытается повышать процентную ставку, мне кажется, это будет, знаете, как пожар тушить бензином. Ему, наверное, лучше все-таки снижать процентную ставку, чтобы помочь экономике перестроиться. Уже сейчас инфляция в стране достигла 14,5%, а продовольственная инфляция и вовсе приблизилась к 20%. Стоимость социально значимых товаров неуклонно растет с февраля. Какое решение по базовой ставке примет национальный банк, если ситуация не прояснится? Очередное собрание регулятора, после которого будет известен конкретный ответ, назначено на 25 июля. Жанат Турсынов, Атамикен Бизнес. Тем временем золото может подешеветь, но ненадолго, заявляют казахстанские экономисты. Только с начала года цены на этот металл упали сразу на 5,5%. Эксперты говорят, что и это не предел. Причина этому инфляция и предстоящий кризис. Банки запаслись наличными деньгами, продают золотые облигации и активы. Экономисты отмечают, что в цене золото падает только перед кризисом. Но успокаивают, что стоимость металла вырастет уже в начале следующего года. Золото практически всегда дешевеет прямо перед кризисом. А вот на пике, когда кризисные процессы начинают выходить на свой пик, золото начинает останавливаться, начинает разворачиваться и начинает расти. Я так подозреваю, что в следующем году золото, скорее всего, будет стоить в районе 2,5-3 тысяч долларов. Они устраивают распродажу на рынке золота, превращая это все в кэш, что выливается в то, что золото падает. Это было мнение Армана Бесимбаева. А вот экономист Арман Байганов считает, что ужесточение требований для микрофинансовых организаций не работает. Поэтому необходимо ограничить процентные ставки микрофинансовых организаций. Согласно данным информационного агентства ЛС, полученных от первого кредитного бюро, казахстанцы задолжали по микрокредитам более 900 миллиардов тенге. И эти показатели растут ежемесячно. Причем основная часть должников – физические лица. Закрытованности способствуют высокой инфляции и большие затраты на продукты питания. Это говорит о бедности населения и ни к чему хорошему не приведет, заверяет экономист. Это говорит о том, что в целом это не есть хорошо, когда в основном у нас кредитование более выгодно для финансовой организации. Это микрозаймы, потребительские займы, а при этом кредитование бизнеса у нас не так растет, как кредитование именно на потребительских целях. Над этим необходимо, я думаю, государство работает, чтобы улучшить благосостояние населения. и контролировать те же, которые, особенно до зарплаты различные, чтобы их процентную ставку необходимо тоже ограничивать. В эфире главные новости. В столице начался следственный суд по делу экс-министра культуры, главы Национального музея Казахстана Растамбека Мухаммедилы. О начале процесса сообщила пресс-служба городского суда. Однако о каких-либо других подробностях суд не сообщает, ссылаясь на статью 201, где сказано, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Напомним, что 28 мая санкции суда директор Национального музея Арстамбек Мухаммедилы был арестован на два месяца. Его обвиняют в хищении бюджетных денег. В антикоре уточняли, что речь идет о свыше одного миллиарда тенге. Теперь к другому громкому делу. Расформирование холдинга «Зерде» не межличностный конфликт. Именно так написал в своем фейсбуке пресс-секретарь Министерства цифрового развития Ерхан Таткен. Он попытался исключить различные домыслы касательно ликвидации холдинга. В соцсети Таткен написал, что вопрос о дальнейшем функционировании «Зерде» назревал давно. Заверил, что все уволенные сотрудники получат компенсацию, а также, что все необходимые проверочные мероприятия, установленные законодательством, в том числе касающиеся ликвидации, будут проведены. В конце поста пресс-секретарь Амцриаб добавил, что можно получить комментарий лично у него. Неэтично переводить данный процесс в личное поле и противопоставлять министра руководству холдинга «Зерде». Расформирование холдинга не является межличностным конфликтом, как это пытаются преподнести отдельные интернет-пользователи. Но в эксклюзивном интервью Atomician Business глава холдинга Арман Абдрасилов рассказал, что узнал о ликвидации «Зерде» из новостей. На вопрос, с чем связано расформирование, он ответил, что идет борьба старого и нового Казахстана. Тем временем пресечена деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting. Они были замаскированы под маркетинговую компанию в сфере инвестиций. Помимо вложения денег, участникам необходимо было привлекать новых клиентов. Компания себя позиционирует как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов. По данным агентства по финмониторингу, с 2018 по 2021 год организаторы финпирамиды WBC незаконно привлекли 5,8 миллиардов тенге. В ходе досудебного расследования арестовано имущество на общей сумме 4,1 миллиардов тенге. Пятеро организаторов были объявлены в международный розыск. Начато досудебное расследование по факту создания руководства финансовой пирамиды. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия разглашению не подлежат. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. А с начала текущего года в Казахстане в рамках профилактики по выявлению финпирамид заблокировано свыше 3000 сайтов, а также возбуждено 44 уголовных дела. Об этом сообщил директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Александр Терентьев. По его словам, уже в середине сентября текущего года вступит в силу новая статья Уголовного кодекса, которая предусматривает крупный штраф общественной работы или ограничение свободы до двух лет за рекламу финансовых пирамид. А вот со созданием мошеннических схем быстрого дохода можно получить до пяти лет тюрьмы. Наши правоохранительные органы уже научились вести борьбу с классическими финансовыми пирамидами, которые пытаются развиваться и, в принципе, возбуждены уголовные дела только в 2022 году, свидетельствуют об этом. А вот что делать с мелкими? Я думаю, здесь самый оптимальный способ наделить, ну, наверное, агентство по финансовому регулированию и развитию, либо агентство финансового мониторинга правом блокировки вот этих всех новых источников получения для населения норманд, которые наводят население в заблуждение. Основной проблемой, по мнению регулятора, с момента обнаружения финпирамид до привлечения к ответственности создатели проходят длительное время, за которое в уже инвестиционной кампании втягивается большое количество граждан. Поэтому этот срок должен быть сокращен в несколько дней. Руководство рынка Алтынорда штрафовано на почти 1,5 млн тенге. Еще около 47 млн тенге монопольного дохода будет конфисковано. Такое постановление вынес Карасайский специализированный межрайонный суд, сообщили в агентстве по защите и развитию конкуренции. Там также отметили, что по итогам проверки рынка Алтынорда в деятельности товарищества выявлены факты злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выраженные в установлении поддержания монопольно-высокой цены на ежедневную аренду торговых мест. А на севере страны в Петропавловске завершено расследование по факту обрушения дымовой трубы на местный ТЭЦ. Результаты пугающие. По заключению членов комиссии Министерства энергетики, теплоэлектроцентраль все это время работала с многочисленными нарушениями. Установлено, что дефекты проектирования и бетонирования были допущены еще на стадии возведения дымовой трубы. Помимо этого, на предприятии не соблюдались сроки планово-предупредительных ремонтов и обследований. Все это, по мнению комиссии, привело к обрушению дымовой трубы. Ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ПТЭЦ-2, по которым приняты кадровые решения в виде увольнения занимаемых должностей. Это генерального директора Аосиф Казенерга и директора ПТЭЦ-2, а также понижение в должности бывшего главного инженера станции. Напомним, что обрушение трубы на Петропавловской ТЭЦ произошло 20 марта. Из-под обломков спасатели извлекли тело погибшей сотрудницы предприятия. Сегодня в рамках разработанной дорожной карты по нормализации функционирования теплоэлектроцентрали на станции проводятся работы на шести котлоагрегатах, одном турбоагрегате и двух дымовых трубах. В ремонтных работах задействованы 10 подрядных организаций. Каким станет отопительный сезон этой зимой, Петропавловск остается лишь ждать. Тем временем в стране принят комплексный план развития газовой отрасли до 2026 года. Он разработан Министерством энергетики совместно с компанией «Казакгаз». Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления компании Санжар Жаркешев. Документ включает в себя пять основных задач, реализацию которых берет на себя эта компания. В первую очередь «Казакгаз» намерен использовать статус национальной компании для формирования сбалансированного портфеля актива в секторе разведки и добычи газа и получения прав недропользования по важнейшим проектам. К 2030 году руководство намерено довести уровень газификации до 65% и достичь безубыточности. Для наиболее рентабельных проектов газохимии компания будет представлять газ по рыночной цене. А реализация проектов по его транспортировке будет осуществляться при условии окупаемости самих проектов. В своей деятельности «Казакгаз» будет неизменно придерживаться высоких принципов ЕСГ и стандартов корпоративного управления. Для соблюдения этих принципов будет применяться передовой международный опыт. В соответствии с поручением главы государства ведется работа по выходу компании на IPO. Как ожидается, реализация комплексного плана позволит выработать новые подходы для регулирования газового рынка и привлечь инвестиции в эту отрасль. Еще один прогнозируемый эффект – содействие развитию топливно-энергетического комплекса, увеличение производства газа, а также бесперебойное и безопасное газоснабжение населения. А в Павлодарской области многомиллионными штрафами наказали экологов Экибастузской ГРЭС-1. В результате профилактического контроля проведено 40 проверок, в ходе которых наложены административные штрафы на сумму свыше 42 миллионов тенге. Кроме этого, за нарушение экологического законодательства приостановлена деятельность двух предприятий. В настоящее время в суде рассматривается дело в отношении Экибастузской ГРЭС-1, который грозит штраф в 32 миллиарда тенге. Предприятие превысило квоты выбросов парниковых газов. В рамках действующей системы торговли квотами на выбросы парниковых газов объем непогашенной квоты предприятиям составил более 2 миллионов тонн СО2. Согласно требованиям законодательства, тепловая станция должна была покрыть недостающий объем. У них альтернативный был вариант, то есть купить, приобрести квоту у других предприятий, у кого имеется резерв. То есть данные работы не выполнены в тот период. В этой связи там получается у нас законодательством за одну тонну выбросов СО2 10 мрп. То есть, ну и поэтому такая вот колоссальная сумма вышла у нас штрафа. Также превышение лимита накопления отходов отмечено на Павлодарском предприятии КСП Стил. Здесь предварительный размер штрафа составляет более 1 миллиарда тенге. А вот у Экебастузской ГРЭС-1 есть право обратиться в суд, где, возможно, будет снижена сумма штрафа. Но избежать полностью наказания все равно не удастся. Тем временем в Костанайской области сгорел лес на 3 миллиона тенге. С начала лета в регионе уже произошло 19 лесных пожаров на площади 90 гектаров. Еще 200 термоточек удалось выявить с помощью космомониторинга и потушить на начальной стадии. Причиной возгорания травы стала жаркая погода. Зарегистрировано уже 230 фактов. Более половины случаев лесных пожаров происходили из-за неосторожного вращения с огнем. И только 8 произошли во время грозы от молнии. Сотрудники ЧАЭС проводят рейды в местах отдыха населения и штрафуют тех, кто нарушает правила безопасности. В ходе проведенных рейдов к административной ответственности привлечены 84 лица, из которых 45 в виде предупреждений и 39 в виде денежных штрафов на общую сумму 1 миллион 880 тысяч тенге. Продолжим. Мангистаус к области. Подвижные пески засыпали окраины сел Жарма, Саусканы и Сазда. Местные жители остались с экопроблемой один на один. Люди тратят сотни тысяч тенге из своего кармана на уборку последствий стихии. Но этого недостаточно. Спустя буквально неделю дворы домов вновь засыпают. Между тем, госпроекты направлены на решение. Ситуации приостановлены. В причинах разбирались наши корреспонденты. Песчаные барханы, когда-то находившиеся в 300 километрах от поселка, сейчас достигли селений. Под песками остались колодцы и подворья. Впервые движение барханов было замечено после большой засухи в 1996 году. В поселке Жарма, в котором некогда насчитывалось более 200 домов, сейчас осталось лишь 20 семей. Каждый раз назначенные Акимы приезжают в наше село. Но Гаев приезжал, обещал решить проблему еще в январе. Сейчас август. Ситуация не меняется. Государство вроде выделяет деньги, но мы остались без внимания. Жители самостоятельно высадили саксаулы, ограждая поселок от движущихся песков. Но собственными усилиями засадить саженцы по периметру села практически невозможно. Регулярно нанимаем камазы, чтобы очистить дворы. Через неделю песок снова наступает. Почти каждый год перестраиваем сарай, но постройки снова уходят под землю. Погребенными остались колодцы и сараи. Коренные жители, потомственные животноводы, были вынуждены отказаться от хозяйства и переехать. Ведь и с водой теперь появились проблемы. Изначально в селе использовали подземные источники. Но сейчас эта вода настолько соленая, что ее не может употреблять даже скотина. На отчетных встречах обещают решить наши проблемы, но безрезультатно. В 2018 году специалисты Магисталского ботанического сада провели исследование забучих зон и рассчитали затраты. Разработали шестилетний проект по защите сел от песков. Саксоул, Полынь и Тамарикс должны были вырастить на площади свыше 134 гектаров. Часть деревьев посадить успели, но госпроект приостановили два года назад. Общая сумма вышла на 422 миллиона. Мы в 2019-2020 году за счет областного бюджета подавали бюджетную зарпу, но, к сожалению, нас не поддержали. В 2022 году нам выделено 68 миллионов тенге на эти трех сон. Мы объявили конкурс. С начала года было объявлено 4 конкурса, но тендер не состоялся из-за отсутствия поставщиков. Оказалось, что выделенные 68 миллионов тенге не заинтересовали участников госзакупок. Конкурс признали несостоявшимся. Жанар Масугутова, Мухаммед Шаткам, Атамикен Бизнес, Мангисталовская область. Продолжим. Проблем хватает и в других регионах страны. Тысячи гектаров в Утрарском районе засыхают без поливной воды. Дехкани, вложившие сбережения в бахчевые, место урожая будут подсчитывать убытки. Дыни без воды сохнут на корню. Сельхозпроизводители уверены, они на грани разорения из-за водников, которые не хотят им пойти навстречу и дать воды. Водники же говорят, что запустить насосную станцию могут только дехкани, должны рассчитаться с предыдущими долгами. Подробности у Марины Низовкиной. Такие дыни годятся разве только для таких действий. Отправлять их на рынок стыдно, да и на вкус они еще никуда не годятся. Бигжан Ибашев на 24 гектарах посадил бахчевые. Последние две недели не спал круглые сутки, пытаясь полить урожай и спасти от высыхания. Не удалось. Я потратил 12 миллионов тенге, я в кредит взял 8 миллионов тенге. Мы столько работали, а все, что имеем, теперь высыхает. Если еще неделю не будет воды, то все завянет. Придется тут все так и оставить. Некоторые дехкани для спасения своего урожая вынуждены были купить насосы. Правда и их запустить не удалось, ведь в Канале тоже нет воды уже две недели. В такой ситуации оказались владельцы почти 500 гектаров в поселке Талапт. Все они получают воду из канала, который принадлежит Казватхозу. Еще до начала посевной кампании каждый сельхозпроизводитель заплатил по 4000 тенге с гектара за воду. Вот только все равно не удается полить поля. И это при том возмущаются люди, что вода есть в ближайших реках Боген и Караспан. В местном Казватхозе заявляют, что для успешного полива нужно запустить насосную станцию в Казалсу. Вот только фермерам придется погасить долги. Долги прошлого года еще не погашены. Было 5 миллионов тенге, сейчас 3,9 миллионов тенге. Поэтому я не могу включить насосную станцию Казалсу. Я мог бы добавить недостающие для полива 3-4 куба, тогда воды хватило бы всем. Но нужно погасить долг. К слову, в этом году специалисты отмечают низкий уровень воды в магистральных каналах района. К примеру, канал имени Алтынбекова может пропускать 12 кубометров воды в секунду, а на деле идет лишь 7-8 кубометров. При такой нехватке воды без запуска насосной станции не обойтись. Марина Низовкина, Виталий Занитинов, Атамикен Бизнес, Туркестанская область. Фермеры Жамбулской области терпят убытки из-за недостроенного водного канала для орошаемого земледелия. Районные водопровод должны были закончить еще 3 года назад, но он по-прежнему не введен в эксплуатацию. А между тем, на его строительство было выделено 1,8 миллиарда тенге. Подрядные организации уверяют, что у них есть серьезные причины для задержки и сдачи объекта. Подробности в следующем сюжете. Крестьяне села Каратау недовольны строительством Раисского канала, которое затянулось на 3 года. Недочеты все это время обещали исправить, но так до сих пор ничего и не сделано. Аграрии возмущены, что канал шириной 4 метра сократили в два раза. Так еще и уклон оказался неправильным. Уклон не тот. Из-за него вода идет вверх и переливается через край, разрушая сам канал. В прошлом году мы понесли убытки, в этом году, не дай бог, можем снова понести убытки. Заказчиком проекта является республиканское государственное предприятие «Казводхоз». Аким района от проблемной стройки тоже не в восторге. Эта работа должна была закончиться в 2020 году, но так и не была завершена. И в 2021 году не закончилась. Выходят ошибки по проекту. Вот 1,8 миллиарда можно построить качественно. До этого в советское время 50 лет пользовались. И этот нужно делать качественно, чтобы людям в будущем тоже 50 лет служил. Где найти виновных в неправильно спроектированном объекте? Подрядчики себя таковыми не считают. По расчетам в полтора-два метра вода проходит. Но когда мы делали расчеты, нам никто не говорил, что здесь растут водоросли, которые сейчас создают препятствия для воды. Подрядчик уверяет, что закончит работу в следующем году. Поэтому аграриям ничего не остается, как научиться выживать в условиях дефицита воды. Галина Трощева, Жанбулат Андабаев, телеканал «Атамикенбизнес», Жамбульская область. Главные новости в эфире «Атамикенбизнес». Продолжим. Регулирование цен в Казахстане хотят сделать более гибким. Речь идет о изменениях правилов, по которым вводится временное государственное регулирование цен на отдельных товарных рынках. В Казахстане его ввели в начале января после беспорядков. Срок ценового регулирования не превышает 180 календарных дней в течение одного года. Как раз в начале августа они уже истекают. И теперь из данных правил собираются исключить вообще срок как таковой. Разработчики убеждены, это сделает регулирование более гибким. Экономисты же категорически с этим не согласны. По их мнению, это приведет к обратному эффекту. Цены начнут расти еще интенсивнее, будет спровоцирован бурный рост теневой экономики. Но самый худший прогноз – это дефицит. Чем это закончится? Это закончится тем, что вот эти товары, на которые распространяются ограничительные меры, просто-напросто могут исчезнуть с пола. Торговая сеть повышает цены не потому, что она так хочет, а потому что по всей цепи прошлась волна вот этого роста цен. Бензин подорожал, коммунальные подорожали, аренда подорожала, импортные комплектующие. А работать надо с производителем, работать над снижением его издержек, над снижением себестоимости его продукции, над наращиванием объемов его производства. И тогда у вас по всей остальной цепочке уже нет проблем. Меры по сдерживанию цен в условиях рыночной экономики носят исключительно искусственный характер, поэтому должны быть кратковременными, убежден эксперт. По его словам, вместо контроля торговых сетей государству необходимо обратить внимание на работу с производителями, как первопричина инфляции. Тогда нарушенный баланс спроса и предложения придет в норму, что в свою очередь стабилизирует цены. Доводы Армана Бесимбаева поддерживают и другие специалисты, которые уже прогнозируют небывалую инфляцию к концу текущего года. О прозрачной системе железнодорожных грузоперевозок просит сделать Костанайский бизнес. Сегодня складывается ситуация, когда вагоны подаются задержкой, а клиенты не могут свободно выбрать оператора по их подаче и уборке. По мнению антикоррупционной службы, сфера монополизирована и повержена взятком. Как изменить ситуацию, расскажет Айжану Тевуа. Равные условия при отправке грузов по железной дороге к кустанайскому бизнесу только снятся. Они жалуются на постоянный дефицит вагонов и монополию одного предприятия на рынке. Конкуренция в этой сфере существует номинально. Один из кустанайских операторов локомотивной тяги год назад столкнулся с препонами, которые якобы ставят в КТЖ грузовые перевозки. Они переработали инструкцию, технологический процесс станции кустанай. И тем самым нашим клиентам не дают выбор оператора. Хотя подача и уборка вагонов, данная услуга, она находится в конкурентной среде. Компания выиграла ряд судов, но ВОЗ и ныне там полноценно работать на станции кустанай ее локомотивы не могут. Другая проблема, с которой регулярно сталкивается бизнес, это несвоевременная подача вагонов. После многочисленных жалоб на ситуацию обратила внимание антикоррупционная служба. Разбирательства закончились задержанием руководителя кустанайского филиала «Кастемиртранс». По версии антикора он предоставлял предпринимателям вагоны за взятки. До нашего вмещательства 26% вагонов выдавались с задержкой. После того, как произошло задержание и началось расследование, с задержкой выдается уже 12%. То есть здесь вот мы анализировали, были около 4-5 грузоперевозчиков, которые без проблем получали вагоны. Мы видим, кому оказывается предпочтение, а кому нет. В самом филиале «Кастемиртранса» уверяют, предпочтения определенному бизнесу нет. Мол, по Казахстану предприятие имеет более 6 тысяч крытых вагонов и более 22 тысяч полувагонов. В крытый осенний период создается дефицит. Это действительно так. Заявок очень много. Я могу сказать причиной в том, что другие собственники вагонов, чужих государств и собственники наши, значит, в осенний период у них завышается ставка. Поэтому все в основном заявки поступают на наш подвижной состав. В сфере грузовых же доперевозок внедрена автоматизированная система, которая, по идее, должна обеспечивать полную прозрачность при распределении вагонов. Однако бизнес уверен, что система несовершенна и требует серьезных доработок. В ближайшее время антикором и палата предпринимателей будет разработан алгоритм действия по созданию условий для бизнеса на железной дороге. Пока его нет, процедура получения вагонов будет контролироваться в ручном режиме. Между тем, более 38 миллионов тенге компенсаций заплатили госслужащим, которых незаконно привлекали к сверхурочной работе. Еще свыше тысячи работников получили дополнительные часы отдыха. Сегодня об этом рассказали в агентстве по делам госслужбы, отчитываясь за работу в первом полугодии. За последние два года количество наказанных за нарушение этических норм сократилось почти в два раза. Внесенные 2000 рекомендаций Совета по этике исполнены на 96%. В целом, для улучшения кадрового потенциала в агентстве внедряют новые подходы оценки и ротации, также упрощают порядок при поступлении на некоторые должности. Законопроект об упрощенном порядке при поступлении на госслужбу, а также выхода, внесен на рассмотрение парламента. У госорганов появится возможность найма контрактных специалистов со специальными знаниями на период реализации государственных инициатив и отраслевых проектов. А теперь полезная информация. Фонд «Казахстан Халкана» объявил сроки приема заявок на образовательные гранты. Абитуриенты должны подать все документы с 10 по 17 августа уже действующий студент, учащийся на платной основе с 1 по 15 число на сайте Тайбурл. Перечень университетов, участвующих в программе на 2022-2023 учебный год, представлен на сайте фонда. В выборе специальности студентов не ограничили. Будущие грантополучатели должны будут соблюдать академические требования принимающего учебного заведения и обязаны пройти полный курс обучения. Невыполнение условий может стать основанием для прекращения финансовой поддержки. Напомним, фонд предоставляет гранты со стипендиями для абитуриентов из малобеспеченных семей сельской местности, детей-сирот и детей с инвалидностью, не получивших грант на оплату высшего образования по программам бакалавриата. А жители отдаленных поселков могут получать электронные государственные услуги в зданиях Каспочты. Последним для этого планируется создать 2000 специальных цифровых отделений. Об этом сегодня сообщили представители Министерства цифрового развития. Отметим, что на данный момент сельским жителям для получения электронных государственных услуг необходимо обратиться в отделение корпорации правительства для граждан. Однако эти учреждения расположены только в районных центрах или городе. Поэтому пока сельчанам для получения одного документа приходится тратить время на дорогу. Для доступности государственных услуг на базе отделения Каспочты будут созданы цифровые точки. На каждую цифровую точку будут отведены сотрудники почтовых отделений и специальные компьютеры с выходом в интернет. Это были все главные новости сегодняшнего дня. Продолжить тему цифровизации. Тем временем мой коллега Данил Москаленко, программа «Время говорит сейчас» в эфире. Эксперты обсудят вопрос, почему цифровизация Госуслуг Казахстана замедлилась. Данил, здравствуйте, вам слово. Спасибо большое, коллега. Но вы же помните, что президент у нас раскритиковал работу министерства в части цифровизации. Богдад Мусин, у нас министр, получил замечание. Это было на расширенном состоянии правительства. Замедлилась у нас цифровизация. А ведь без нее сейчас, по-моему, никуда. Давайте обсуждать эту проблему.